Сегодня в Международный день спорта определили имена финалистов школьной волейбольной лиги. С подробностями Дмитрий Ковалев. Это тот самый случай, когда силы равны, а на кону медали суперфинала. Решить судьбу бронзы первыми предстояла школьница Мазмаргауш и Новочбоксарска. Обе команды в волейбол играют не первый год. Победа с минимальным перевесом за волейболистами из города Спутника. Девушки признаются, что выход в финал им дался непросто. Большинство игроков в этом году сдают госэкзамены, тренироваться удавалось только по выходным. Нравится играть, хотим побеждать, тренируемся, играем. Случайно получилось, что мы оказались в одной команде, у одного тренера. Играть нам нравится, потому что это командная игра. Мы получаем от этого экстрим и азарт. Юные спортсмены прошли через сито отборочных этапов. В итоге путевки в финал получили только 20 команд. Наградить призеров приехал и глава республики. Лучшим из лучших вручили медали и комплект новых мячей. В 61-ю школу столицы в этом году отправляются сразу два суперкубка, завоеванных юношами и девушками. Сопейки были очень достойные. Мы к этому очень долго шли. Усердные тренировки, дисциплина, без этого никак. С игроком командой мы уже занимаемся со второго класса все вместе. Чемпионат фолейбольной лиги среди школьников в республике проводится восьмой раз. В этом году при поддержке гранта президента России. Это очень востребованный вид спорта. Я могу сказать, практически почти 23 тысячи участников, школьников. И сегодня практически завершается третий уже республиканский этап. Финалисты говорят, что залог победы на этом турнире – постоянные тренировки. На подготовку будущих чемпионов остался ровно год. Дмитрий Ковалев и Денис Ноздрюхин. Республика.